добрый вечер друзья четверг 20 декабря приближается приближается рождество а мы с вами беседуем на вечные эмигрантские темы и вот кое-что привлекло мое внимание тут кто-то комментарий писал у нас на канале и такая фраза там прозвучало что вот посмотрите на тех людей которые эмигрируют я думаю давайте посмотрим 10 на что не посмотри посмотрите либо это сразу специалист который вот приехал и сразу у него там работа там сидела то есть он вот так как-то вот специалист и наверное под специалистом понимаются сегодняшние айтишники это как бы массовая такая профессия где люди действительно приехал и на работу вот по специальности на хорошие денежки и тогда конечно есть специалисты других профессий есть и физики и химики и биологи там и так далее но их просто мало их не так заметно это не такая массовая профессия как вот там айтишники я думаю что к таким людям которые сразу вышли на работу могут относиться необязательно люди такого скажем так интеллектуального труда ну допустим если вы работаете на траке там день в украине или там белоруссии или россии то и не здесь вы сели на такой же точно тракту у вас уже есть профессии в общем-то и все такое ну бывает добавить другие профессии там есть начался продавал человек вот и английский у него на месте он пошел тут же работать продавцом то есть есть какое-то количество людей которые сходу идут и работают по той же самой профессии что они работали раньше в частности строители например да вот если он там был строитель еще такой ну как бы вот не то что он здесь пошел с чернорабочего начинал а он и там был квалифицированный человек делал какую-то работу там и я видел краснодеревщиков я видел так сразу там бах только приехал сразу на 80 тысяч пошел там мебель какую-то делал поэтому есть профессии есть профессии когда приехал и сходу пошел и массажисты и тренеры и парикмахеры давно и в широком смысле парикмахеры то есть нет не только такие кто там за десятку стрижет но это серьезные тоже люди специалисты тоже вот поэтому есть какое-то количество людей но назовем специалисты да в том смысле специалисты что они раз и по своей профессии пошли работать это правда да и вот на черный посмотрите либо это специалисты либо это люди которые приехали и делают черную работу ну я не знаю насколько вот черная работа и является строительство но я думаю так если он тачку возит то это черная работа а если он допустим там плитку кладет или там сантехнику какую-то квалифицированной работы выполняет это уже не черная тут может быть так значит люди едут на черную работу и получается что вот эта картина мира которую чек нарисовал она как бы вот вот есть две и и вот это нету динамики в этом никакой да то есть вот приехал либо ты сразу там своим делом занимаешься нормально получать либо делаешь черную работу и вот все и вот как бы на этом искать эмиграция определена картинка нарисована дальнейшего ходу нет на самом деле вот то что я вижу и чем я занимаюсь например на поэтому я могу сказать довольно как бы авторитетно на эту тему есть еще третья категория есть категория когда человек приезжает и у него потенциал есть а вот такой профессии расхожей чтобы вскочить сразу и понестись нету но бывает сколько народу который например вот он там у себя дома закончилась идут абсолютно любой специальности а дальше работал в продажах чего нибудь там продавал он вот просто чуть ли не половина людей которые мне попадаются вот так по жизни они вот таким таким путем чему-то учились потом не работали по профессии а занимались но вот чтобы чем пришлось но минуточку но потенциал то у них есть то есть по идее это люди которые идут по категории выполнения выполнения черной работы они должны были бы приехать и идти там на стройку еще черно рабочим или учиться водить там я не знаю трачок может быть там а тем более чужой трачок там где-нибудь на 15 долларов в час там на чужой машине ездить и так далее то есть вот какую-то такую работу выполнить значит на самом деле что происходит есть динамика и люди которые приехали и может быть даже они какое-то время выполняли черную работу здесь вот нет такого понятия черная работа здесь есть понятие survival job survival то есть он выполняет такую работу которая позволяет ему оплачивать его счета выживать такая работа для выживания survival вот а в это время он может там ходить все текалась там какие-нибудь классы брать там или в онлайне учиться или или еще как-то учиться самостоятельность ли самостоятельно учиться там как-то поэтому иммигрант который попал в америку массово чему-нибудь обучается это массово не то что вот один из десяти там чему-то учиться а массово люди учатся осваивать какие-то профессии потому что у них перед ними широкий фронт того что они могли бы делать среди массовых профессий массово осваиваемых профессий иммигрантами значит мы видим во первых медицину ну мог не имеется ввиду там врачом но такой медсестринскую такую работу вот мы видим медицину разных уровней начинается там по чуть-чуть потом проходит несколько лет и человек уже так вполне серьезные получает ее есть и ответственность там и как бы у квалификации так далее это направление в которые многие идут бухгалтерия это тоже направление в которые многие идут ну и айти конечно айти это тоже очень и очень популярно люди учатся вся страна учится найти не то что там иммигранты на мигранты особенно иммигранты более подвижны чем местное население которое в готовом виде многое получает вот и иммигрантом приехал ему надо обустраиваться и он шустрит он шустрит поэтому есть такая как бы еще знаете линия который очень важно понимать человек жил где-то вот там где он жил если он жил в полной нищете и у него там даже денег не было в москву съездить там в посольство визу получить ему там одолжили допустим или родственники дали там и так далее ему проще потому что он приехал и даже на такой вот survival job он уже начинает обустраиваться гораздо более комфортно чем раньше да то есть у него появляется какой там какой-никакое жилье он даже может его собственность приобрести если живет в недорогом месте у него появляется машина там 22 взрослых семье две машины это как бы обычное дело вот там ребенок старшеклассник у него машина и как-то вот он уже сразу начинает себя чувствовать ничего есть люди которые были как-то устроены получше и по идее попади они в америку они должны были бы пойти по категории там черной работы да то есть вот у него он не программист он не ученые он не какой-то такой конвертируемой профессии человек ну может он там по бизнесу чего или там где-то продавал я не знаю и как-то вроде себя чувствовал нормально и вдруг он приезжает сша и начинать ему получается что надо быть черной работой ну вот этой survival job не соответствующий его ну как бы уровню притязаний социальному какому-то уровню вот он не работал вот среди таких людей он работал среди людей более образованных там интересных ему и так далее происходит как бы такое отступление на несколько ступенек человек спускается ниже по социальной лестнице когда только приезжает в америку и вот многих это пугает и когда картинка вот это вот нарисованная либо ты специалист то есть ты на социальной ступеньке хороший стоит ну своей до своей и ты никуда не опускался либо ты начали ты был на какой-то ступеньке а теперь будешь делать черную работу и вот тогда тебе значит вот ну как бы сказать отец мой пьяница за рюмкой тянется а мать уборщица какой позор как в песне поется вот позор такой на самом деле что происходит он делает свое это survival job это абсолютно никого потом не не напугает и не не придется ни перед тем значит краснеть потому что это как бы обычное дело и все понимают он в это время учится если у него с собой какой-то денежный запас есть и английский на месте он может сразу пойти учиться вот у нас школе если которые сразу с самолета и к нам но но это люди у которых есть уже денежки есть английский потому что если у него денежки нет он должен работать если у него английского нет ему смысла нет прямо сейчас идти ну так он потом подойдет но ничего страшного подойдет потом вот и проходит какое-то время ну у кого сколько у кого полгода у кого год у кого пару лет и он потихонечку вот с этих своих ступенечек куда он там опустился он очень быстренько приподнимается а потом поднимается еще на пару ступенек относительно вот где он был есть такая знаете теория у меня было видео на эту тему я не помню уже там где она как и еще про плато вот такое движение ты на плато а потом у тебя подъем потом у тебя опять плато опять подъем то есть ты переходишь с одного плато на другое как бы стратегия твоего действия меняется и ты выходишь на более высокий уровень так вот человек жил на каком-то своем плато в своей стране где он там жил вот он жил и и вдруг он переезжает в другую страну потенциально вот пройдет какое-то время и мы увидим что он рванул вверх и вышел на другое плато которое существенно выше того на котором он находился но между плато бывшим и плато будущем которое гораздо выше находится есть ямка он падает в эту ямку потому что он уже не на том плато на котором был но еще и не на том куда он потом поднимется вот там такая ямочка есть причем это ямка она тем больше чем он меньше подготовлен вот к этому росту например если он скажем приехал у него английский хороший тогда у него это ямка меньше да он он тускай скорее выскочит на какой-то приличный уровень но тогда это значит что он должен был потратить время на то чтобы там выучить английский получается такая история что чем дольше он сидит на своем плато на котором он там сидел тем может быть менее болезненным будет у него переход на следующий уровень если он готовился к нему да но время он платит за это своим временем поэтому тот который приехал может быть совсем без языка и ему может быть там пришлось побарахтаться но так он быстрее выскочил как вот так интересно получает я не не вдаваясь в теорию так сказать плату и глубоко не завязать я хочу просто сказать вот что первая картинка динамичная то есть человек оказавшись на уровне вот этой survival job совершенно не обязан там оставаться а тот кто думает что иммиграция это когда ты приехал и тебе с первого дня чего-то такое дали но уж хотя бы не хуже того что у тебя было это человек который вообще не понимает что такое иммиграция просто не понимает и ему лучше на эту тему не думать не вообще просто отключиться куда-нибудь и вот смотреть первый канал пока не поймет что такое иммиграции тогда может быть появится у него возможность что-то понять на эту тему вот поэтому иммиграция такое такое место и такой процесс в наше время да никогда у тебя не дай бог там тебя вынуждают откуда-то смотаться нет а вот так когда ты уже сам сознательно берешь куда-то иммигрируешь это возможность попасть в такое место где потенциально ты можешь подняться там на плато на пару плато выше того места где ты находишься сейчас потенциально но это не значит что ты с первого дня будешь на хотя бы на таком же точно платой а некоторые хотят чтобы сразу больше было тогда не тогда не работает вот так не так не очень работает то есть бывает я не хочу сказать что ни у кого такого не бывает но я хочу сказать что практически любой человек который готов работать над тем чтобы подняться и который готов там начать на несколько ступенек ниже а это далеко не все готовы у господи ты боже мой вот если он не готов к тому чтобы начать на несколько ступенек ниже его шансы на успешную иммиграцию катастрофически снижаются и на самом деле никакого сочувствует люди не вызывают у меня потому что они они неадекватны они пытаются решить задачу которая не решается так как они хотят ее решить а так как они решаются они не хотят поэтому значит вот и и не получается ничего так что дорогу осилит идущий вот а который носом это самое крутит он по дороге не идет он стоит и ждет когда ему постелят дорожку какую-то по которой он соизволит пойти но проблем в том что всем чихать на него и никто ему дорожку стелить не будет вот такая проблема друзья приходится выбирать счастливо